Глобальную игру в догонялки с американскими спецслужбами устроил программист, выдавший секреты Национального агентства безопасности США. Эдвард Сноуден, скрывавшийся сначала в Гонконге, прилетел в Москву и затаился в таможенной зоне. Из источников спецслужбах России журналистам стало известно, что Сноуден собирается вылететь на Кубу. Мировые информационные агентства и ведущие телекомпании моментально скупили все билеты на рейсы аэрофлота в Гавану, чтобы во время полета обеспечить своим корреспондентам прямой доступ к главному беглецу планеты. Но Сноуден на рейс не явился. Многие заподозрели в этом злую шутку российских силовых ведомств. Улетевшим через океан журналистам ничего не оставалось, как посмеяться над своей участью. Кто-то даже открыл в Твиттере фальшивый аккаунт от имени незанятого сидения на лайнере аэрофлота. Цитата недели от кресла номер 17А. «Я чувствую себя таким опустошенным». Но вот американским властям было не до смеха. Поведение России в Вашингтоне восприняли как оскорбление. Чем дольше оставался Сноуден в транзитной зоне Шереметьево, тем более натянутой становилась геополитическая игра. Чувство юмора по обе стороны океана измерил Вадим Милицин. Из безвестных технических сотрудников ЦРУ фигуру международного масштаба, из-за которой готовы в пух и прах рассориться мировые державы. О такой трансформации еще месяц назад Эдвард Сноуден мог только мечтать. Впрочем, оглушительная слава пришла к нему с неприятным довеском в виде угрозы пожизненного заключения. У каждой блестящей медали есть оборотная сторона. Ближайшая участь Сноудена – дожидаться в гостинице при московском аэропорте, пока какая-нибудь из сторон не отважится приютить его на своей территории. Эквадор, который упоминает в этой связи чаще всего, делает противоречивые заявления. Глава МИД этой южноамериканской страны сообщил в середине недели, что эквадорские власти еще не решили, готовы ли они приютить Сноудена на тот период, пока ими будет рассматриваться запрос о предоставлении ему политубежища. «Когда мы принимаем такого рода решения, мы должны учитывать все риски. В случае с Джулианом Ассанджем процедура заняла два месяца, так что я не думаю, что в нынешнем случае дело пойдет быстрее». В тот же день власти Эквадора заявили об отказе от американских таможенных льгот, назвав их инструментом шантажа в ситуации со Сноуденом. С призывом наказать непокорную страну экономическими санкциями ранее выступил глава Комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес. Именно он предложил отменить договоренность о льготном доступе эквадорских товаров на американский рынок. Эквадор публичной порки дожидаться не стал. Озвучив отказ от американских льгот, представитель официального кита Фернандо Альварадо добавил, что его страна готова спонсировать соблюдение прав человека в США. «Эквадор предлагает Соединенным Штатам экономическую помощь в размере 23 миллионов долларов ежегодно. Именно столько мы получали благодаря льготам. Теперь мы готовы направить аналогичную сумму на поддержку программ обучения демократии в США». Барак Обама заявил на этой неделе, что он не вел личных переговоров о беговом сотруднике спецслужб с лидерами России и Китая и не намерен заключать какие-либо политические сделки ради его выдачи. По словам президента США, проблема Сноудена будет решаться с использованием обычных юридических каналов. «Я надеюсь, что Россия и другие страны, которые предоставляют убежищем мистеру Сноудену, помнят, что они являются частью мирового сообщества и потому должны соблюдать международное законодательство. Мы будем оказывать на них давление с тем, чтобы они помнили о своих обязательствах. Однако хочу заверить, что я не собираюсь поднимать в небо истребители для перехвата 29-летнего хакера». По мнению специалистов, Сноуден, находящийся уже почти неделю в транзитной зоне Шереметьево, теоретически может оставаться в ней сколько угодно. Рекорд в этой области пока принадлежит иранскому беженцу Мехрану Кариме Нессери, который прожил в парижском аэропорту имени Шарля де Голля 18 лет. Именно по мотивам его автобиографии был снят фильм «Терминал». На момент, когда Нессери поселился в транзитной зоне, ему было 46 лет. Сноуден, которому на днях исполнилось всего 30, вполне способен побить рекорд иранца. Вадим Милицын специально для программы «Эхо недели».